Всем привет-привет, друзья! Привет-привет! И вас приветствует 58-летний Санислав Николаевич, 5-летний Яков Станиславович! Борьба по колене. Да. Были побольше того, что ты сегодня покупил красно-белого. Пиво под рыбу похоже. Я не знаю, под что, под селезку что ли? Немецкое пиво. Ну, друзья, 60 рублей. Какие крути? Да, новиночка красно-белого. Ну, сколько? Месяц-полтора. Обзорчик просто не делали. 5-0 было. Было 5-0, стало 7-0. А, Бавария все больше выигрывает, и больше, и больше. Да, это, мне кажется, чем Бавария выигрывает больше в футболе, с разницей мячей, тем и пиво. Скоро, наверное, 9-0 все будет. 10-0 уже выйдет. Как-то я не знаю, что в это название берется. Что за пиво? 7-0. 7-0. Ойтингер делает его. Ойтингер Брауэр. Конечно, к Баварии отношения не имеет, да? Никакого. И к Герману, наверное, тоже. Башкейстан имеет отношения. Да, Башкейстан делает, короче. Да, нет. Оазис. Да ладно. Импортер. Так, ну, кстати, у них в двух местах производятся, то есть еще и два завода разных. Так это Башкейстан заказывают. То есть Башкейстан германии, что ли? Да. Нет. Брауэр, Гожа, Дырк, Дыркальмарштрассе. Второе. Брауэр, Монхэн, Гладбах. Короче, короче, пипец нахер. Хватит говорить. Ойтингер делает. Ойтингер мне пиво не очень нравится. Мне вообще не нравится. Ну, будем пробовать, Деда. Это бельные такие желтые. Я пробовал, по-моему, единственное, только вот этот крафт. Я вот пока его не пробовал. Друзья, что у нас тут? Лагер, пилснер и фильтровка, пшеничка и крафт. Крафт? Крафт. Так смотри, как все три в одном. Просто смешали три. Фак, Германии просто я так подумал, что... А, слушай, слушай. Реально. Три пиваса в одной и все, и вот тебе кран. Отбалдеть уже, да? Приколосы, что ли? Или приколосы, так и есть. Да чтоб удобно. Кулачок. Так, ну давай, с лагерочка начнем. Я думаю, да. Что там у него есть? 5,4. Лагерочек. Ух! Лагерочек. Прямо народный, да? Что там есть? 5,4 градуса. Спасибо, я все понял. German beer... German все-таки называется. German, главное. А тут написано German. А тут написано German. Ладно, German beer lager, светлое, фильтрованное, пастеризованное 0,5. Честное 0,5. Состав, друзья. Воддач минус 40 мили. Все. Чистота, пиво, Германия. Чистота, пиво, не только Германия, а всего мира, по-моему. Я вообще не вижу... Я вообще не вижу... Да, по-моему, 3-3 одинаково делаю, если честно, нет? Не знаю. Я вообще не вижу в пиве другого состава, если честно, вообще не футком. Ну, деньги другие делают. Ну, там понятно, то уже сорта такие. А так-то, по сути, все пиво, по-моему, одинаково делается. Ну, слушай, ну, лед. Ну, 60 рублей, друзья. 59,99, по-моему. 59,99. Ну, честное 0,5 зато. А германия все, ну, как я делаю. Не бывает. Ну, честное 0,5. Честное, да. Ну, они как-то у нас 0,42, 0,5, 0,7. Ну, чуть-чуть темновато для лагеря. Ну, тут и градус повыше, да. Ну, прям как красиво было. Кучилось. Да, мы здесь. Ну, 50 рублей что-то хочешь. Ну, да. Не, надо же попробовать. Все-таки народные пивасы. Для людей. В принципе, да. Мы тоже пьем. Бывают и берем такие. На даче особенно. На даче еще где-то. Ну, когда объемы большие, когда много друзей и тому подобное. Конечно, мы когда взаим с папой собираемся, мы такие пивасы не даем. Ну, это только на пробу. Только на пробу, а так. Мыля. Мыля. Нет. Ну, нет, че. Ну, и не противно? Ну, че ты? А че им? Что противно? Она у нас такая охлажденненькая сходи. Прокладная. С холодильником. Просто пиво. Просто пиво. Ну, я соглашусь с тобой, что это просто пиво, которое стоит в наших больших супермаркетах. И которое миллион сортов всяких. Начиная там от халзана и кончая не знаю чем. Ну, это поприятнее даже. Да ничего, я ж не приятен. Абсолют такой же. Ну, че ты? Ну, крепость, крепость есть. Просто крепость только есть. Ну, блин. Берешь пиво, чтобы многие берут пиво, чтобы выпить и быть пьяненьким. Я не беру пиво. Для того, чтобы быть пьяненьким я беру пиво. Ну, я говорю про большинство людей. Все равно берут пиво, чтобы напить. Правильно? Ну, согласен. Ну, под рыбку? Нормально. Я тебе говорю, пиво под селедку однозначно. Сто процентов, я уверен, что это весь пиво селедка. Да, если есть. Я вот прямо селедочку с черным хлебом закинул бы и вот этот пиво селедка. И главная пауза. Вот Станислав Николаевич проявил себя. Селедочка, друзья. Да, вот действительно. Правда, черного хлеба не оказалось. К сожалению. Но селедочка там. А давай попробуем селедку за сам день. Так, друзья. Немцы нас будут проклинать. Или мы немцев. Не кудай. Это оно. Во! Когда селедка преобладает во вкусе, от пива абсолютно не важно. Запить ледку. Все. Да. Согласен на сто процентов с тобой. Нормально? Нормально. Нормально. Вот взял селедочки. Да? Вообще пойдет. Пойдет. За 600 рублей 5,4. То есть 3 бутылки эпил. Извиняюсь. И те хорошо. Или есть просто хочется. Не, ну нормально. По селедку сам это. Вот это пиво именно для такого, потому что наслажаться им. Нет. Там ничего нету. Вот все. Оно пустое. После виты его, допустим, мало не катит. Под селедку действительно. Кстати, неплохо. Селедочка. Селедочка. Что у нас следующее? Пиво. 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 Светлое, фильтрованное. Ну, кто-то знает, что такое пиво. Ну, с каждой помощи. Скажем то, что более охмеленное, да? Головой помощи. Или другие сорта охмеля, скорее всего. Да. Охмеленное. Ну, это, допустим, пиво знаете. Горьковатое пиво. Приятное, приятное. Ароматное. Да, приятное. Ну, даже столько горьковатое, сколько ароматное. Ну, и горе есть приятненькое у него что. О. Педочка, шикарно. Вот, педка немецкая. Почему немецкая? Как он умеет делать? Да, даже на каких заводах дешевых. Почему-то я думал, что это темное пиво, конечно. Не знаю, почему они сделали тёмную банку. Тёмная банка, да. Я думал, что тёмное пиво. А оно, оказывается, ещё... Смотри, цвет-то ещё светлее. У тебя же запах-то один и тот же. Ну, здесь есть чуть-чуть. Ну, что-то. Чуть-чуть-то есть. Ну, педка очень быстро осаживается. Ну, селёдка меня удивил. Действительно, в полденнике была селёдка. Очень быстро осаживается педка. Да, слабенько всё. Очень слабенько. У тебя педка была хорошая, видела? Ну, как у тебя сейчас, а у меня нет. Нет, она была плотненькая, такая высокая, плотная. А сейчас смотри, вот как бы растворилось. Пять. Пять. Пять, ноль. Пять, ноль. Пять, ноль. Пять, ноль. Пять, ноль. А, ну, семь, ноль. Должен совсем быть. Ага. Мне кажется, для России дело, чтобы все думали, что там семь, ноль. Да, там все хватали. БАС. О, семь. Гадусом. Что это значит, интересно? Что это значит, что там было, не знаю. Где пил с туда? В лагере больше пил с туда нельзя. Да, здесь вообще нет. Ребята, вообще. Я даже селедку под него не хочу тартить. А что вообще? Нет, ну почему пил с этим хуже, чем в лагере? Я не знаю. Давай следующее пиво. Ну что, я вообще не понимаю, что провел с туда. Я вообще не знаю, что такое. Нет, в лагере он был лучше. Я просто... А цена у всех одинаковая? Вообще. Каждый бутылк. По-моему, да, да. И тут три смешания и все одно одно и то же. Так карень за все они одинаково стоят, то есть, а сумма мест лагаем, сумма как там, не меняется, да. Ну и вообще ничего. Это просто ничего. Оно сладкое, пюсное, не может быть таким сладким. Оно просто ничего вообще. Я не знаю. Да вообще, я не знаю, это не пюсное. Ребята, вот. Сто процентов. Из этого я бы выбрал лагер. Лагер? Да, да. Сто процентов. Это вообще вода водой. Нет. Ну ничего измираться. Тарнем даже говорить не стоит. Ооо. Это моя пшеничка любила. Она запенилась. Так, ну что, друзья? Джейман. Опять Джейман? Как они названия? Джейман пиво. А, они просто боятся писать германии. Так вот пишут Джейман. Да, по-немецки. Герман бир, вайсбир там. А по-русски Джейман бир, вайсбир. Да, по-русски они пишут германия, понимаете? Они боятся скорее, что это германия сделано. Стыдно. 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 Пшеничный. И ячмен. Состав-то, в принципе, хорошо. Состав-то понятно. Ну что, пшеничный? Стыдно-пшеничный. Пузырьков-то нету вообще. То есть оно не везде уже получается. Ну как нет? Ну вот, смотри, у меня нету. А пенка такая хорошая. А пенка-то хорошая, а пенка-то прям... Ну, слушай, красиво выглядит, да? За 60 рублей выглядит красиво. Нет, ну... Да? В запахе-то уже есть и бананчик. Здесь банан, да. Да, бананчик есть. Очень ярко выраженный банан. Бананчик и... И... Кислота хорошая, да. Пшенички, да. Пшенички. Прокешать есть, да, все-все дела. Так, сто пудового тут пшеничка. Сто пудового пшеница есть, да. Да. Здесь все раз кислая, да? Кислая. Кислая пшеничка. Там кисло-кисло, да? Ну, хотя бы ароматика, да? Хотя бы он лад есть. Хотя бы что-то есть. Тут... Да и даже... Какой плюс? Чего вы смешите-то? Ну, ничего. Просто даже говорить неинтересно в нем. Вообще не стоит даже осматривать. Еще черные банки сделали. Однозначно, если есть что-то светлого, то... Не-не-не, там одно... Что-то даже говорить. Оно и покрепче, и... Хоть пить можно. Под селедку хотя бы. Да. Но вкуснее, конечно, уже пшеничка. Ну, слушайте, вот такая... Да нет? Вот такая пшеничка, это что-то типа наших пшеничек. Российских. Да-да-да. Однозначно, российские пшенички. Не выжженный куст пшеницы. Сваты... 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 Как она? А... Белая это... Балтика-то делает пшеничка-то. Как она называется? Это одна из самых популярных в России, вот, студии. Кто? Пшеничек. Балтика? Да не Балтика. Балтика делает... Пятерка. Какая пятерка? Балтика делает... Айс... Вайгер... Как там, блин? Не знаю. Айсенвайс? Или как там? Понял? Ну, похоже. Да, похоже, кстати. Айсенвайс, по-моему, называется. Ну, это, по-моему, поинтересно даже. Это другие. Пшеничка всегда хочется... Как девушка. С белым садим. Попробуй. Короче, вывод такой. Хочешь пшенички? Ну, за что? Не хочешь, переплатил за другие сорта, типа Франкенштейнер, блин? Ну, сейчас Франкенштейнер. Франкенштейнер. Запутал меня. Короче, все поняли. Он стоит 88. Вот, в данный момент. Сегодня, вот, когда Палада пилас, именно сегодня открыл его. Он стоил 88. Этот стоит 60. 20-40 рублей разница. А что бы ты взял? За сколько денег? Если у меня 60 рублей в кармане, то, конечно, бы кто это взял. Но, если у меня в кармане косарики есть, то, конечно, я бы взял однозначно тот пивас, потому что кем-то пивом будешь наслаждаться. А это пиво... Ну, пиво. Я просто сейчас подумал, если мы с собой на дачу поедем, то что его брать? А мы его брать вообще не будем. Я бы единственное пока вот на герочек взял. В принципе, мне нормально пошло. За свою цену, за 5,4 градуса... Это по крепости сколько? Скажи, пожалуйста. 5,1. Ну, я говорю, 5. Чувствуется хорошенечкость, так. Чувствуется, да, как бы не это... Ничего-то пиво. Ну... Да нечего тоже. Аромат так неплохой. Аромат неплохой. Да. У нас в России такого, по-моему, никто не делает. По ароматике вот они не выдают. Аромат хороший. Аромат очень хороший, да. Вкусно. Вкусно. Вкусно, это вот... Амбер Вайс, по-моему, называется, да? Амбер Вайс. Российский, да. Балтика делает. Ну, это, по-моему, поинтереснее даже. Здесь кислоты сколько нет? Ну, достаточно кисленькая, но не такое. Ну, нормальная. Ну, для непритязательного потребителя может быть и, в принципе, нормально. За 60 рублей, если бы он взял... Я просто не понимаю, под что... Вот, если бы мы вот это вот сказали под селёдку. Вот, под что вот это пил? Это, типа, наслазат. Пшеничка же такая? Вот эти наслазат? Не, ну, типа, как бы. Пшеничка для чего? Ну, да, посидеть. Ну, либо с сухариками, кстати. Да. Пшеничными сухариками, может быть, и нормально будет. Ну, причёные, может, даже спецы, может, сухарики. Ну, платье же белые сухарики продают. Да, да, да. Кстати, вот можно будет как-нибудь дегустацию. Друзья, напишите в комментариях, интересно вам будет. Закусочки всякие, да, сухарики попробовать. Чем лучше, какое пивас пить, да? Есть пить. Ну, однозначно. Я, может быть, даже его ещё потом возьму. Попробовать ещё раз. С чем-то. Ну, Фельденштропсон, мне кажется, даже будет поинтереснее. Может быть, да. Он ещё, по-моему, даже ничем достоин. 49, что ли? А, в районе 50, да. Ну, то есть кое. Вот их у меня же с собой блок-лоп, да? Ну, а то более кисло. Кстати. Там, мне кажется, пшеничка получше. Потому что я там тоже много раз пробовал. Мне кажется, даже вот это, может быть, получше, на самом деле. Ну, примерно всё одно уровня, всё ни о чём. Всё как бы, ну, цена покупали. Я не знаю, что в Германии вообще Германию сделают. Да он делает Германию по-любому. Просто это контрактный лагерь. Ну, это сколько висок? А, сейчас самый топ-исло. Топ-топ-топ, да. Топ-топ. Все три в одном соединились. И получилась Германия. А, так вот почему чёрное это. Потому что флаг на Германии. Конечно, чё. Я не просто... Это пшеничка, это лагерь, а это плюс... Ну, да. Всё логично. Да. Всё, человек там. Да. Ну, там же кошка уже сказала, больше есть не хочу. Где? Видели? Это кошка пить не хочет, такого пивода. Охренеть, кошка заорвалась. Что-то произошло. Кого есть кот? Так, ну ладно. Ну, кошка выдаёт, конечно, да. Нет, тогда я его пиводу. Всё, друзья. Германская кошка исчезла у нас. Или не германская. Шотландская. Шотландская. Без слухой. Скотч. Скотч-кэт. Да? Да. Скотч-кэт она, а не скотч-кэт. Ну что, переходим к самому топовому из топовых пивасов с красно-белым. Да. Круто сказал, да? Да, круто, круто. Что? 12-2 сусла, 5-е-6. Что нам говорят? Джейман, бир, крафт, светло, нехильтронная. Опять же пастеризованная. Крафт пастеризованная. Как это так? Что это крафт ходу не пастеризованная? Что было? Запустись. Пастеризованный крафт, ну это уже какой-то... Угона флаг германии. Флаг германии на бутылке. Ты не понимаешь, что бьешь? Значит, это гордость. Чего? Ну они, банки. Гордость банки. Слушай, а что, неужто немецкие пива из-за этого не убьют? Так они в нем даже не знают. А-а-а, так потому что в России... Конечно, это как в России делается. Даже, скорее всего, листки красные белые только. Не, ну выглядит, цвет все супер. Я уже понюхал, ну все. Фильтки нет, да? Не, я пробовал уже. Ты же пробовал, я нет. Ну что, ну все, классическое мыло. Классическое мыло, что опять же. Для крафта кислоты много. Но они нефильтрованные. Противности, да, много? Я не знаю, как это назвать. Назову только одним словом. Противность. Ну нет, ну вот смотрите. Видно несколько пива, через 15 секунд не было пинки вообще. Ну вообще нет. Получается какое-то пойло уже. Да. Ну для чего? Томатом пахнет, что ли? Есть, есть. Да? Да, вот как бы это. Томатной пастой какой-то, да? Ну почему-то, не знаю. Они подкрасили видимо его, что ли, чтобы подкрасить. Ну да, по составу. Так, я и не прочитал. Что, там все классика, да? Абсолютно классика, да. Классика? Ну все. Лечмень, хмель, салат. Лечмень, хмель, салат. Нет. Лечменный салат. Только в Африке, наверное, вырученный хмель. Да почему? У них же, мне кажется, тоже. Биапазон-то. Большой. Таищная пиагонка. Шмель. То есть они вначале делали полувлайнера, потом стали делать, отосваливать шмель. Потом у уитингера, а потом уже. Да, да, да. Это по уитингера. Потом уже вот это сделали. Да, да. Вот туда посвали. Хотя уитингер мне тоже не нравится. Да что там хорошего-то? Не знаю. Пробовал? Да я не хочу обрать просто. Один раз попробовал. Один или два раза мы с вами попробовали. Ну да несколько раз попробовал. Как желтая наклеечка такая, на темную бутылку. Не знаю. Везде продается у нас. Сети Лема продавалась одно время. Фикс Пайсик, кстати, продается. По-моему, это самый распространенный завод для заказа всех российских. Ну, слушай, здесь больше пьюса. Здесь пьюс-то хоть чувствуется. А там-то ведь вообще его не было. И больше ничего. Честно, я вчера взял в красно-белое заходил. Да. Вот как мне вчера было. Вчера пошел, взял вина хорошего там, холодно. Пинон Увара. И думаю... Была селедка вчера садили. Как ни странно, да. Была реально друзья. С собой не придется. Ну, хотя есть что-то. С тобой все съели сразу. У тебя любимая русская пища, да? Пинон Увар. Кстати, тоже странно, что под селедку взял. Ну, не факт. Не суть, как скажем. Взял вот эту хрень. Ну, не хрень, не знаю. Ну, хрень. Взял Шпаттон. И взял Бранник какой-то чешский. Начал с Бранника. Ну, тоже. Чешский какой-то там... Выпил, не понял. Ладно, забыл. Потом эту фигню выдал. Эту не фигню, это херню. Ты херняешь, ну чё? Тоже такой... Ладно. Потом Пинон Увар попей, там покушали и всё. Думаю, на последок Шпаттон. Да. Да, говорит. Хотя, тоже я не удивился. Я думал, но я просто пью, попью, как бы, хорошее пиво. Хорошее пиво, да. Шпаттон, Шпаттон. Существует каким-то вот... Этантури лопата. Знаешь? Вот они почему называли лопатой? Ну, уже просто тупо лопата. Вот тупо копай и пей пиво. Шпаттон, ты всегда ощущаешь, как бы, оно же отличается вообще очень сильно от всех. От всех. Хотя классика, но оно сильно отличается. Но ты его пьёшь, ты понимаешь, что ты пьёшь доброе, качественное пиво. Вот это ты пьёшь. Ну, тупое почему, знаешь? Туповато. Оно маленько другое. Ну, какое-то туповато. Там тупая лопата. Я даже сейчас сижу, думаю, ну какое-то тупое. Я там смотрю, у них даже лопата тупая. Немецкая тупая лопата. Знаешь, я не знаю почему, но... По мне какое-то тупое пиво в Шпаттон. Ну, вкусное. Ну, как вкусное. Он просто кидает такие лопаты, поэтому там такая лопата. Это понятно, всё. Ну, ассоциация. Вот пьём, когда я пью. А он какой-то... Нет, я больше не хочу. Всё, я не буду это пиво допивать. Короче, всё. Ты сам допьёшь 50 пивов. Ужасно, да? Ужасно. Вот это он вообще ужас делает. Нет, вот если... Если по началу показалось, что Крафт ещё попал в лагерь. Да, вот в лагерь. Что Крафт ещё вроде показался по началу нормальный? А по итогу... Я вот так же вчера кое-как допил. Я вот допью не расстарелся. Ты допивай свою. Сфаги вас. Сфаги вас. Сфаги вас. Сфаги вас осталось. Здесь Крафт уже всех, по-моему, в итоге. Они смешали все три. Вот. Сейчас вот даже лагерь попью после Крафта. Это приятно. Даже хочется попить. Это нормально. Даже хочется ещё попить. Всё. Вот сфаги. Ду-ду. Ребят, выбора нету. Всё. Ну, в общем, вот это вообще полный хаос. Да? Это просто как бы вне зачёта. Он даже не обсуждать его не стоит. Просто никому не посоветую. Тут, в принципе, можно попить. Если стоит там гёстер там или ещё какая-нибудь хрень. Там 75 рублей. Это можно всегда купить. Ну, я думаю, что это да. Я бы взял бы. Это значит, что я бы взял бы его. Ну, пшеничка так себе. Ну, пшеничка любителям. Ну, обычная кислая пшеничка. Да, пшеничка. Короче. Всем пока-пока. А мы будем закусывать с веткой ГПК. Да? Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok